Привет цивилизаторам всех стран и континентов. Меня зовут Лёша Халецкий и вы на канале Лёша Играет. Это моё очередное видео внутри Пятой Цивилизации. Правда, на этот раз не будет никаких стратегий. Я наконец-то купил и установил аддон Боги и Короли. И прежде чем рассказывать вам о каких-то стратегиях, мне надо самому в нём разобраться. Правда, я решил вот эти моменты разбора нового дополнения тоже записывать на видео, потому что я думаю, что это может быть полезно и вам. Прежде чем во что-либо играть, надо понять, как оно работает. Ведь если бездумно двигать юниты или строить здания, вообще не понимая, для чего они нужны и зачем, это, собственно, верный путь к проигрышу. Поэтому я буду разбираться вместе с вами. Дополнения, естественно, как всегда, приветствуются в комментариях. Но начну, естественно, с новых цивилизаций. В аддоне появилось 10 новых цивилизаций, и поэтому предлагаю разобраться с их сильными и слабыми сторонами, какие стратегии возможны за них при первом взгляде. Пойдём по алфавиту. Начнём с Австрии. Итак, Австрия. У неё лидер Мария Терезия. Кстати, я довольно часто бываю в Австрии. Вена очень красивый город. И вот интересно, как бы могу заметить, что... Это не ошибка, конечно, это явно авторы специально сделали, чтобы упростить. Но Мария Терезия никогда не была лидером Австрии. Да вообще такого государства, как Австрия, в её времена не существовало. Она была женой императора Священной Римской империи Иосифа. И когда он умер, сама стала править империей. А Австрия появилась только после 1810 года, когда Наполеон разбил австрийские войска, и, собственно, такое образование, как Священная Римская империя, перестало существовать. Ну, а Мария Терезия осталась в истории Австрии как один из самых сильных правителей. Её статуя стоит напротив Хофбурга между историческим музеем и музеем искусств. Так что, конечно, её место лидера в этой игре мною не оспаривается. Давайте теперь посмотрим на особенности игры за австрийцев. Итак, их уникальная способность – это возможность за деньги аннексировать или делать сателлитами союзные города-государства. Довольно интересная способность. То есть, по идее, можно не идти по ветке в соушиал-полисе поддержки городов-государств. Правда, здесь будет зависеть от того, сколько будет стоить аннексировать их. Потому что, вот смотрите, аннексировать можно только союзные города-государства. Значит, мы тысячу золотых, считайте, тратим на то, чтобы сделать их союзными. А дальше, по мере убывания значимости, мы 250 золотых периодически будем платить. Так вот, если будет стоить аннексировать где-то тоже тысячу золотых, то, может, оно и не стоит того. С другой стороны, это возможность для очень интересной военной стратегии. Например, рядом с врагом мы делаем город-государство союзным. Постепенно, потихоньку подводим туда войска. Быстро платим ему бабло, аннексируем, чтобы не воевать и не возбуждать агрессию со стороны других городов-государств. И оттуда начинаем наше нападение на врага. Так что, вот эта способность австрийцев довольно интересная. Уникальный юнит гусар, который заменяет рыцаря. Да? Нет, кавалерию заменяет. Извините, кавалерию. Значит, по отношению к кавалерии, по отношению к кавалерии у рыцаря на один ход больше, то есть он на пять клеток может переместиться, плюс один радиус обзора и плюс 50% силы при фланговой атаке. Ну, вы знаете, довольно сильный юнит, я бы сказал. Ну, радиус обзора, конечно, не особо важен для конного, для верхового юнита, но плюс один к передвижению и плюс 50% при фланговой атаке. То есть берем пачку этих гусар, и у нас имеется довольно смертоносная армия, которая, во-первых, быстро перемещается с места на место, очень быстро можно подводить свежие юниты. Во-вторых, плюс 50% при фланговой атаке – это довольно много. То есть, по идее, даже против копейщиков и пикименов, которые имеют бонус против верховых юнитов, гусары смогут эффективно воевать. В общем, судя по всему... Ах, да, еще давайте уникальное здание австрийцев – кофейня. Ну, интересно, что кофейня заменяет мельницу внезапно. Но, да, в Австрии много кафешек, но вот прямо тут кофейнь, чтобы там прямо много кофе было, ну, не знаю, ну, вот решили в Фераксис сделать кофейни. Значит, заменяет ветряную мельницу. Значит, строится только в городах с холмами, на холмах. Но по отношению к ветряной мельнице имеют плюс 25% к скорости появления великих людей и плюс 5% вообще к количеству молотков. Но при этом не дает 10% для строительства зданий, что делает, например, ветряная мельница. Вот можно сравнить с ветряной мельницей. Ну, не знаю, я бы не сказал, что потеря 10% для строительства зданий хуже, чем вот 5% для строительства чего бы то ни было. То есть, 5% к общему количеству молотков добавляется. Ну, а 25% к генерации великих людей не такой же большой бонус. Но, в принципе, здание неплохое, неплохое. При том, что вместо мельницы, то есть, довольно на ранних стадиях игры, значит, итого по Австрии, я бы сказал, что цивилизация неплохая и все ее выгоды будут видны в середине игры. То есть, если на начальном этапе за Австрию выжить, то в середине плюшки от гусаров, как уникального юнита, и кофейни, как уникального здания, плюс еще от уникальной способности австрийцев аннексировать за деньги города-государства, они дают ощутимые бонусы. Так что приглядитесь, Австрия – сильное государство. Идем дальше. Следующее государство – Византия. Вот тут тоже интересно. Смотрите, главой, лидером нации сделали Феодору. Но вообще Феодора – это жена императора Юстиниана. И интересно, что на самом деле она довольно долго не была его официальной женой. Вообще она проституткой была. И он, когда Юстиниан ее встретил, уже потом там возвысил ее, но долгое время еще не женился на ней. А уж и, кстати, умерла она раньше Юстиниана. То есть, Феодора никогда самолично Византийской империей не правила. И довольно интересно, почему Фераксис решили именно ее сделать главой Византии, а не того же Юстиниана, к примеру. Ну, может, потому что он раньше уже был, по-моему, в четвертой цивилизации, как раз Юстиниан. Но, с другой стороны, много других в Византии было правителей. Не знаю, вот Феодора почему-то им приглянулась. Но неважно. Итак, у Византии уникальное свойство заключается в том, что им дается плюс один дополнительный культ при основании религии. К сожалению, я сейчас не могу адекватно оценить этот бонус, потому что еще ни разу не играл. Но, почитав о том, что вообще дает религия для государств, мне кажется, это довольно сильный бонус. Плюс один дополнительный культ. То есть, это, считайте, что примерно как social policies, вам еще одну дополнительную social policies дадут принять так, на вскидку. То есть, довольно неплохо. Уникальных зданий у Византии нету, зато есть два уникальных юнита. Во-первых, это катафракт. Это такой особенный верховой юнит, который заменяет всадников. То есть, первый верховой юнит. И, в отличие от всадников, катафракт плюс три к силе имеет. Правда, минус один к передвижению. То есть, не на четыре клетки, а на три передвигается. И вместо штрафа 33% к атаке городов имеет штраф 25% к атаке городов. Для начальной стадии игры юнит довольно сильный. Тем более, помня, какие верховые юниты заменяют всадников. Вот у первых из начальных наций катафракт довольно силен. Мне нравится. Ну и второй юнит Драмон, который заменяет Трирему. В отличие от Триремы, он получает плюс 10 к атаке, к удаленной атаке. Но при этом минус 2 к рукопашной. Правда, еще имеет стоимость строительства побольше, плюс 11 молоточков. Но 50% бонуса против других морских юнитов. Ну, не знаю, вот морские юниты, которые заменяют Трирему и при этом не могут в океан выходить. Такая странная замена. Я бы не сказал, что вот как-то... Лично мне не приходилось с Триремами особо как-то воевать. У меня не было желания Трирему каким-то более сильным юнитом заменить. Главное, что она не может выйти в океан. То есть, я не смогу больше исследовать территории. Вот если бы Драмон мог в океан выходить... Ну, в общем, тоже такой приятный юнит, но не скажу, что очень критичный, тем более в начальной стадии игры. Но если только, конечно, если только вы за Византию не играете на каких-нибудь архипелагах или на островах, тогда, возможно, Драмон будет подспорьем хорошим. Так что, как итог, подведем про Византию. Довольно интересная нация, но все ее бонусы будут раскрываться при игре на религию. А как оно будет, это надо уже посмотреть в самой игре. Следующая новая нация – Нидерланды. Ну, или Голландия. Лидером у них Вильгельм и уникальная способность нации. При продаже последней единицы ресурса Роскажи сохраняется половина бонусного счастья. Ну, довольно необычная такая способность. Честно говоря, я не помню, чтобы мне приходилось когда-то последний ресурс счастья продавать. И вообще, ну, например, в онлайне, когда воюешь, вообще не очень-то рекомендуется продавать ресурсы счастья своим соперникам. Ну, а против компьютера, возможно, таким образом можно будет выгадать немножко денег. То есть, если продать последний ресурс Роскоши, то у вас будет не минус 4, а минус 2. Ну, не самый сильный бонус нации, прямо скажем. Так, посмотрим уникальный юнит. У них Си Бегар. Ну, это, наверное, как морские гезы, да. Морские гезы можно перевести. И заменяет он Капер, тоже, кстати, новый юнит в аддоне, о котором я расскажу в другой серии. А вообще о новых юнитах и военных юнитах. Итак, морской гез, в отличие от Капера, плюс 20% против городов, плюс 33% золота от ущерба города. И восстанавливает 15, ну, или полтора хиллпоинта вход за границей. Так, а что это вообще? А, он ворует золото. Каперы воруют золото. Значит, ну, вот это довольно интересный юнит за голландцев. То есть, можно их много построить и терроризировать прибрежные города противника. Причем, воруя из них золото для своей экономики. И видите, Каперы еще при атаке противника могут переманить его на свою сторону. Вот это сильный юнит. Тем более, что 20% силы против городов можно под обстрелом находиться и немного хиллпоинтов терять. А восстановление хиллпоинтов за границей еще и позволяет там заниматься осаждением долгое время. Уникальный юнит у голландцев неплох. Ну, и уникальное здание. Голландское уникальное здание – это... Ха, интересно. У них, вы посмотрите, это такое нововведение в Адоне. У них не уникальное здание, а уникальное строение для рабочих. То есть, ну, это мельница такая. То есть, на вашей территории могут построить вот такую мельницу. И она будет давать плюс 3 кушанья. Правда, может быть построен только, видите, на флот плейнс и на болотах. Ну, плюс 3, то есть, для роста вашей цивилизации очень неплохо. Вот это интересное нововведение. Я даже не знаю пока, как это оценивать. Потому что это новая концепция вообще в игре и в Адоне – строить место уникального здания, давать уникальное улучшение местности. Ну, как итог по голландской нации, довольно интересно будет за неё играть, потому что несколько необычных возможностей даётся, чего раньше не было. И я бы не сказал, что нация совсем уж плоха. Тем более, вот Каперых или ГЕЗ, морской ГЕЗ – очень интересный юнит. А уникальное усовершенствование даёт бонус к росту страны. Так, тем не менее, идём дальше. А дальше у нас гуны. Гуны, гуны, гуны. Вот они. Ну, руководитель Атилла. Собственно, больше никто никаких лидеров у гунов и не знает за историю. И их уникальная способность начинать со знанием животноводства, сразу открытое животноводство. Далее, плюс один молоток от пастбища, от любого. В два раза быстрее разрушаются города и берут название городов у других цивилизаций. Ну, довольно хорошие способности для начала игры. И даже вот не зная ещё пока, какие у них уникальные юниты, явно гуны очень будут хороши для раннего раша. То есть, у них молоточков побольше будет для строительства юнитов, сразу же открыто животноводство. Потому что это значит, сразу у нас будут известны, где коники, сразу можем пастбища строить. Ну, а разрушение городов позволяет нам захватывать и не уходить далеко в минус по счастью. А сразу разрушать города, ну, не сразу, а очень быстро. Так, значит, уникальных зданий у них нет, у них два уникальных юнита. Конный лучник, который заменяет колесницу, то есть, тоже самого первого верхового юнита. Но в отличие от колесницы, у него на одну больше сила, врукопашную. То есть, его будет сложнее убить. Не требует лошадей. Тоже интересная, кстати, штука. То есть, клепать можно бесконечно и при этом не волноваться за разрушение ресурса. И плюс 15% к дальней атаке на открытой местности. Ну, очень сильный, я бы сказал, юнит. Очень круто для начала игры. А второй юнит Таран заменяет копейщика. Тоже начального юнита. Копейщика заменяет. И получает 300% силы против городов. Правда, на 19 молотков больше требуется для строительства. И минус один у него к обзору. То есть, только на одну клетку будет видеть. Но, вы знаете, в паре с конными лучниками, вот эти Тараны, подвезти 3-4 Тарана к городу, тем более, что он не требует никаких ресурсов. Ни железа, ни... Ну, ничего, никаких ресурсов. 3-4, потому что, ну, один Таран явно будет уничтожен городом, а остальные плюс 300% против городов. То есть, у них вот, видите, 10 сил, а значит, против города будет 30. А какие вообще у нас юниты имеют силу 30? Наверное, сейчас я гляну. Силу 30, но вот Мушкетер 24 только, и только Райфлмен 34 будет иметь. А из конных юнитов Кавалерия 34. А вы же понимаете, по исследованию, где эти Райфлмены и Кавалерия, когда их откроешь? А тут сразу у тебя юнит вместо копейщика, у тебя юнит, который будет иметь 30 силу против города. И плюс еще поддерживающие юниты, вот, конные лучники. Ну, просто вообще, я смотрю, у гунов, не знаю, как, даже не предполагаю, как можно против гунов выстоять на начальном этапе игры. Но, правда, с другой стороны, потом, после начального этапа, бонусов особых уже не будет. Вот интересно, этот таран при апгрейде в Требушет будет сохранять свои вот эти способности 300% против городов или потеряет? В общем, если вы играете против гунов, вот эти тараны вам надо уничтожать на подходе к вашим городам. Иначе они будут брать только в путях. Так что ставим плюсик гунам. Пока, как я вижу, это самые сильные нации, рассмотренных мною. И дальше, 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 дальше у нас Карфаген. У Карфагена лидер Дидо, ну, это, собственно, Дайдоу, та, которая основала Карфаген. Помните, по легенде, когда покупала территорию для города и сказали, что вы займете территорию, которая покроет шкура от быка. Ну, и Дайдоу приказала своим слугам нарезать шкуру тонкими-тонкими полосками. И в итоге вот этот радиус, который они заняли, это и стал Карфаген. Ну, не важно. Значит, уникальная способность Карфагена. Бесплатная гавань в каждом приморском городе. Юниты могут переходить горы после появления первого великого генерала. И при завершении хода на горе они будут терять половину, пять хитпоинтов. Так, значит, во-первых, для архипелагов, для игры на архипелагах или на островах неплохая, конечно, способность. Ну, а перехождение через горы, это, по-моему, очень круто. Ведь никто не может переходить через горы. А тут вы можете такие делать вылазки, даже не вылазки, а, ну, напрягать соперников, что ваши войска будут нападать с того, с той территории, откуда они не ждут совсем. То есть эта способность открывает очень интересные тактические возможности для ведения игры. И для ведения войны, конечно. И нет уникальных зданий, зато два уникальных юнита. Давайте глянем. Во-первых, лесной слон, Forest Elephant, африканский лесной слон, который заменяет всадника. Тоже вот один из ранних юнитов. У кого-то мы там перед этим видели, у Византии, да? У Византии катафракт был, а здесь лесной слон. И, значит, в отличие от всадника, лесной слон имеет плюс два к силе, правда, плюс 25 к молоточкам, к цене строительства, минус один передвижение и не требует лошадей. Он снижает на 10% силу врагов на соседних клетках и плюс 100% к скорости появления генерала. Ну, тоже интересный юнит. Правда, он, видите, подразумевает тесный контакт с соперниками. То есть, когда он будет находиться рядом с соперниками, у них будет снижаться боевая особенность. Не знаю, мне так вот на первый взгляд катафракт-то больше понравился, но, опять же, это всё надо использовать в самой игре. Тоже юнит довольно неплохой. Единственное, что не нравится мне стоимость его повышенная. Если бы он продолжал стоить как всадник так же, то это было бы интересней. Ну и Квинкверма, которая заменяет Трирему, тоже её единственное отличие от Триремы на плюс на 3 увеличенная сила. Что у Византии Драмон заменяет Трирему, и там бонусы на дальнюю атаку идут. То есть, он, в отличие от Триремы, Драмон мог издалека атаковать, а здесь Квинкверма только в рукопашную. Вообще интересно, что вот Карфаген, он довольно похож на Византию, и те же уникальные юниты как бы тоже заменяют, но Карфаген больше всё-таки, мне видится таким послабее нации, вот в плане своих возможностей. Хотя вот эта уникальная способность перехода через горы, когда появляется первый генерал, это интересно. Это вот мне интересно было бы попробовать использовать эту способность в игре против живых соперников. Если бы ещё снимать на видео их лицо в этот момент, как они будут удивляться. Ну ладно, переходим к следующей нации. Следующая нация, которая появилась в аддоне, это кельты. Глава кельтов Боудика. В принципе, наверное, никто и других лидеров кельтов не знает. И их уникальная способность плюс один веры в каждом городе по соседству с девственным лесом. И плюс два веры, если таких лесов три или больше. Опять же, видите, я пока не могу вам точно сказать вот эти бонусы по поводу веры, как и в случае с Византией, потому что я ещё не играл и не знаю как. Но мне не кажется, что вера будет очень сильно влиять в онлайн-сражениях. Это скорее против компьютерных игроков, против компьютера. Тем более, что девственный лес, это означает, что вы его вырубать не можете и никаких улучшений на нём стоит. То есть лесопилку не можете построить в лесу и так далее. У вас лес должен стоять нетронутым. Только тогда вы будете получать вот эти бонусы. То есть немножко, немножко не то, как мне кажется. Далее, уникальный юнит. Воин пиктов. Или пиктский воин. Вообще пикты это были вообще отдельное племя когда-то. Разве они входили в кельтов? Ну ладно, неважно. Значит, пиктова заменяют копейщики и будут получать 50% веры от сил уничтоженного врага. Это примерно как ацтеки получают культуру от сил уничтоженного врага. Плюс 20% к обороне за границей. И не будут тратить передвижение при грабеже. Правда, у них нету бонуса против верховых юнитов. Но, не знаю, по-моему, не фонтан юнит. Особенно не имея бонуса против верховых отрядов. То есть если рядом с вами игрок кельт, сразу становится понятно, что вам надо строить верховых юнитов и идти к нему. Потому что у него не будет копейщиков от вас защититься. Ну, не знаю, очень. Вот это убирание бонуса против верховых отрядов – что-то не совсем то. Ну и уникальное здание. Уникальное здание у кельтов называется Кейли. Кейли. И он заменяет оперу. В отличие от оперы, он добавляет не только культуру, но и плюс 3 счастья. Ну, ничего такое здание. Но, блин, мало кто у нас к опере идёт. Хотя плюс 3 культуры и плюс 3 счастья – неплохое добавление к всяким social policies. Правда, опера. Доживут ли кельты до оперы? Вопрос. Ну, как итог, кельты, мне кажется, не очень сильной нации. У них не очень хороший, уникальный бонус нации. И уникальный юнит не фонтан. Следующая новая нация – это Майя. Лидером Майя является Покаль. И их уникальная способность – бесплатная великая личность в конце каждого длинного цикла. 394 года. После открытия теологии. Великого человека каждого типа можно выбрать только один раз. Ну, не сказал бы, что уникальная способность очень уж хороша. Тем более, ещё надо теологию открыть. То есть, она не сразу будет работать. Поэтому давайте посмотрим на уникальных юнитов издания. Может, там что-то хорошее. Уникальный юнит – атлатль. Он заменяет лучника. Значит, для строительства надо на 4 молотка меньше, чем лучнику. И не требует научных знаний. Ага, ну вот это интересно. То есть, нам не надо открывать archery, чтобы строить этого юнита. У нас сразу будет лучник. Сразу в начале игры. И можно клепать их, а не дуболомов. Вот, кстати, неплохое-неплохое подспорье. Тем более, что и стоит он дешевле. 36 молоточков, в отличие от 40 залучника. Уникальный юнит у Майи очень хорош. И уникальное здание – пирамиды. Пирамиды у нас заменяют святилище. Ну, святилище – это уникальное здание для этого аддона. И в отличие от святилища, пирамиды будут приносить на одну веру больше и плюс еще две науки в ход. А святилище, напоминаю, не приносит науку. Так что вот это научное подспорье очень неплохо. То есть, я уже себе представляю стратегию, в которой мы не строим библиотеку, не идем к библиотеке, а строим вот святилище за Майя, клепаем лучников и через такой получаемый буст к науке и, видимо, к вере, потому что веру тоже можно использовать, как я вижу, для покупки юнитов. Идем, спамим наших алкатлей, как они там называются, уникальные юниты Майи, от латлей и идем воевать всех вокруг. Ну, Майя, значит, смотрите, Майя за счет своего уникального юнита и уникального здания – довольно интересная нация. Я бы так вот сказал, пока из того, что я рассмотрел, у меня в тройке лидеров, по моим предпочтениям, Гунны, Майя и Австрия. Осталось еще две нации. Швеция. Лидером Швеции является король Густав. И уникальная способность – плюс 90 влияние при передаче великой личности городу-государству. Декларация о дружбе дает плюс 10% к скорости появления великих людей для обеих сторон. Ну, великие люди – это не такое уж, не такое большое преимущество, что в игре против живых соперников, что в игре против компьютера. Так что эта уникальная способность не очень лично мне нравится. Тем более, что отдавать великого человека городу-государству, чтобы получить 90 влияния, мне кажется, что великого человека удобнее использовать в своей нации. Ну, не знаю, посмотрим. Вот уникальная способность шведов, по мне, так не очень. Теперь смотрим на уникальных юнитов. Хаккапелита. Хаккапелита, которая заменяет уланов. В отличие от уланов, хаккапелита имеет 15% плюс 15% силы на одной клетке с генералом, и при этом повышает скорость генералов стеки до своего уровня. Ну, не знаю, по мне, так у ланы в принципе не очень удачный юнит. И бонус хаккапелитов плюс 15%. Ну, вообще генерал добавляет сколько, 20% к обороноспособности, плюс еще 15%. То есть у хаккапелитов на клетке с генералом только, только на одной клетке будет плюс 35%. Ну, таким образом защищая генерал. А вот то, что у генерала при этом повышается скорость, то есть он не на две клетки будет переходить, а на четыре, это интересная способность. Но, опять же, не очень фонтан. А теперь смотрим второго уникального юнита. Каролинская пехота. Они заменяют стрелков. Райфлмен. И в отличие от стрелков, каролинская пехота лечится каждый ход независимо от других действий. А вот это очень интересный бонус. Напомню, что есть такое усовершенствование для юнитов, марш называется, после того, как вы... Это, по-моему, только на четвертое повышение... На четвертое усовершенствование юнитов нам дается такое возможность. Если вы будете улучшать их по ветке шок, то есть плюс к войне на открытой местности, то на четвертое улучшение вам дадут вот этот марш. А здесь сразу каролинская пехота имеет этот бонус. То есть лечение даже во время движения на один хиллпоинт. Это очень круто. То есть вы можете не останавливаясь продолжать воевать, захватывать города, а не тормозить для того, чтобы вылечить вашу армию. Но, как итог, видите, у шведов всего один интересный, уникальный юнит. Да и то получаем их в поздней середине середины игры. Вопрос, выживут ли шведы до этого момента. Поэтому, мне как кажется, Швеция не очень сильная нация. Ну и последняя новая нация в Адоне – Эфиопия. Естественно, лидером Эфиопии является император Хайли Селасия, великий Растафара. И уникальная способность эфиопов заключается в том, что их боевой бонус повышается на 20% против цивилизации с большим количеством городов. Ну, с одной стороны интересный бонус, а с другой стороны странный. Ну, то есть, если мы будем за Эфиопию воевать, то получается, мы потеряем бонус, если будем иметь слишком много городов. Нас прям заставляют не завоевывать города. Разрушать их, что ли, или что? А если мы будем играть на защиту, я не думаю, что плюс 20% поможет от нации, которая завоюет большую часть мира. Ну, странноватый бонус, прямо скажем. Смотрим на уникального юнита. Уникальный юнит носит красивое звучное название Михал Сефари. Он заменяет стрелков, как и каролинская пехота у шведов, но при этом стоит на 25 молотков меньше, получает 15% бонуса на пересеченной местности, плюс 30% столицы и боевой бонус при сражении рядом со столицей. Ну, похоже, вот даже если принять во внимание уникальную способность эфиопов, такая нация заточенная на оборону. То есть, тихонько там развиваются, никто ко мне, чтобы не лез, а если будете лезть, то вот у меня очень много бонусов для того, чтобы отбить нападение. Сейчас еще посмотрим на уникальное здание, может, и оно к этому имеет отношение. Ага, значит, Стелла заменяет монумент. И кроме плюс 2 к культуре, что дает монумент, еще и плюс 2 к вере. Ну, интересное здание, так как одно из самых первых, собственно, имеющихся в наличии у всех наций, то довольно неплохо. Значит, как я понимаю, развитие эфиопии будет строиться на вере получения всяких бонусов к обороне и ухождения, собственно, в эту самую оборону. Ну, плюс наука, и чтоб к ней никто не лез. Я не знаю, кстати, вот интересно попробовать сыграть, я никогда не играл от обороны, но я вот вижу, что эфиопия такая нация, которая заточена под оборону. И интересно попробовать в онлайне сыграть за эфиопию вот от обороны. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что это вот все ее бонусы помогут выиграть. Но доказать это можно только в игре. И я вижу, что если эфиопия доживет до своего уникального юнита, который заменяет стрелков и имеет вот такой бонус при нахождении на своей территории, то в тот момент завоевать эфиопию будет очень сложно, какая бы сильная нация ни была. Еще надо посмотреть, как развиваться в вере, куда вкладывать эти очки веры, какие там принимать институты. Ну, интересно. На этом обзор наций я заканчиваю. В следующей серии я посмотрю на изменения в военных юнитах в аддоне. Ну и ваши дополнения приветствуются, конечно же. Вы слышали Лешу Халецкого. Это канал Леша Играет. Играйте в цивилизацию. И удачи вам!